ну сегодня сельское хозяйство на она развивается есть фермеры которые очень продвинутые которые используют современные технологии которые могут там фору дать любому фермеру из там с любой продвинутой стороны а есть очень много это очень большая прослойка фермеров которые до сих пор еще продолжают жить теми технологиями которые были там еще 30-40 лет назад если попробовать охарактеризовать сельское хозяйство казахстана но развивается но неравномерно крайне неравномерно вот семена земле теперь произойдет магия власти пшеница помню когда еще в банке работ я помню я еду не знаю с какого-то другого города с района куда-то еду я помню глубокая осень уже была я смотрю уборка подсолнечника то есть подсолнечник осенью это такое уже высохшее серое растение низкие тучи вот так грязь вот этот комбайн идет поэтому поле я думаю блин как здорово что я работаю в банке да в белой рубашке такой весь ухоженный в тепле в сухости что мне не надо сейчас там под дождем в грязи бегать мне казалось это классно и вот спустя какой-то период времени так все повернулось что я думаю блин но нет на самом деле вот класс вот это класс мне кажется могу ошибаться но мне кажется люди относятся к нам как и вообще к профессии сельхозки даже в самом названии это звучит до сельхозка колхозка почему-то люди считают что это не очень хорошая работа не очень современная не очень перспективная работа большая может быть странная утопическая немного идея есть мы вообще хотим отменить термин сельхозка колхозка нам нравится например как в английском это звучит в английском это агриколчер на эту это культура это там прям сразу в слове в названии уже есть тонны там уважение к тому что делают люди которые там работают у нас даже если там городского жителя спроси хотел ли бы ты отдать своего ребенка работы в сельском хозяйстве наверное большинство скажет что нет и некоторые наверно даже пугают людей будешь плохо учиться будешь трактористом что на севере казахстана я общаюсь с друзьями те кто занимается сельским хозяйством что у нас здесь кадры во-первых стареет во вторых очень много у яйца казахстана тех специалистов которые могли бы работать еще у нас средний возраст я не помню наверно порядком 40 лет те же механизаторы инженера агрономы да даже элементарно там бухгалтера экономисты которые специализировались и там работаю сельском хозяйстве проблема начинается и люди не хотят идти именно потому что это считается сельхозка это колхозка это какая-то там жить в деревне без условий без там без зарплаты хотя на сегодняшний день я думаю по зарплате мы спокойно контуре конкурируем с города ну для уложи самый главный же этот первую очередь стабильность именно в плане заработка именно для рабочих это первоочередно это дорога вода и продукты питания да если все это есть и людям ну как бы по крайней рабочие могут себе это купить самое главное они там как раньше если они говорят что там зарплату ждешь два-три месяца там магазин идешь в долги записываешь и и всем даже это стыдно просто приходить в долг записываться зарплату потому что не выдали с городов почему не хотят все все наоборот в город хотят сейчас наверное везде так она по всему казна даже не только в казахстане по снг наверное именно именно если брать средний класс и низшее звено специалистов они не хотят их мне кажется это еще связано с тем что именно на востоке именно на восток до восток это очень красивый регион да очень благодатный регион но как ни крути все равно немного тупиковат и тут тупиковый регион соответственно тут все дорого продукты дорогие это это не не транзитный регион поезда поезда вообще проблема насколько я знаю поезда чтобы сюда ехать они там где-то даже в россию местами выезжает это очень долгий путь что в ад вануна что в астану что в алмату самолеты сюда нереально дорогие сейчас прилететь из-за алматы и сюда билет стоит 60 70 тысяч это но для человека который зарабатывает даже пусть там 200 тысяч 300 тысяч месяц где ну слетать на самолете это нереально дорогое удовольствие ну вот может быть это один из фактор того что люди сюда не тянутся помимо того что механизаторы есть еще там большая проблема дефицит специалистов цифровизации это вообще это если механизатор там более-менее понятная эта проблема просто она не популярная профессия туда люди не идут цифровизация в сельском хозяйстве это новое очень направлении нигде не готовят специалистов нету таких вузов которые готовили бы специалистов по цифровизации сельского хозяйства соответственно мы здесь как бы для нас образование вообще не играет никакой роли то есть мы берем ребят которые хотят талантливые ребята которые горят этим которые способны к обучению к самообучению поиск нового потому что мы сами постоянно учимся этом это новое и здесь как бы вопрос наличие образования он его его пока нет но вы на какой срок ориентируетесь что когда примерно у меня по плану шесть недель полтора месяца мы зашли начали но мы немножко с отставанием уже идем полтора месяца месяца в лучшем случае сейчас мы пытаемся сдержать тех кто у нас остался еще работает и ну и в будущем мы надеемся что мы сможем еще из города начать перетягивать людей делать привлекательные условия делать инфраструктуру соответствующих чтобы человек спокойно мог в городе бросить работу и поехать в деревню в уау заниматься агриколчур хорошей уважаемой работой я же работал в правоохранительной деятельности это же тоже работа очень важная но она наверное незаметная была я работал в банковской сфере она тоже важно но он тоже незаметно здесь может быть она для городского жителя незаметная когда ты каждый день там достаешь из холодильника продукты питания но я ощущаю именно свой вклад вот этого все потому что ну благодаря вот этим всем людям это создается и на самом деле это огромный труд это тяжелый труд получается ребята работают по 12 часов каждый день без выходных то есть месяц они не вылазит у меня строкторов день-ночь каждый день и в этом ритме они у меня работают и вот этот вот эти 30 дней они решат наш сезон этот год поэтому это очень важно но городской житель это не заметит городской житель это проживет вот так апрель без праздников мая 7 мая 9 мая и 1 мая вчера культивиру вот этот участок не закультивирован остался здесь даже вот видно что по полю вот он оставлял это мочевина где у нас вода стоит поле и вот он у нас сегодня ночью здесь застрял не увидел мочевина теперь сейчас будем его вытаскивать да скажи два бюлера надо все-таки к 700 пускай трост тащит орудие надо будет отцеплять отцепил да да ты шланги зацепи и вот сплять не надо просто вот это припустить надо будет чуть-чуть не достанет раз я отъехал ну попробуем мне кажется достанет я считаю что там через определенное количество времени тех кто неэффективен их не станет и и останутся тогда те самые продвинутые эффективны ферме которые используют правильные технологии и которые там умеют правильно планировать которые там активно общаются между собой делятся опытом вот они придут на смену этим то есть мы сейчас просто на этапе эволюции когда часть уже туда пришло чаще часть еще остается там в старой ментальности но их становится уже все меньше если говорить по цифрам по количествам конкретно фермеров то наверное да то есть наверное не более десяти процентов сейчас фермеров которые понимают и перестроились и двигались двигаются по новым вот те фермеры которые сегодня продвинутые их очень тяжело подтолкнуть тому чтобы они начали про себя рассказывать и они начали как-то популяризировать эту тему и говорить о том что при нормальном подходе это может быть эффективно и мне кажется вот в этом тоже большая проблема и например мы что стараемся делать мы стараемся можно больше о себе говорить не потому что мы хотим похвастаться что мы такие продвинутые мы такие крутые что мы столько сделали мы хотим тем самым подтолкнуть остальных фермеров чтобы они тоже задумались об этом чтобы они тоже понимали как этому идти и чтобы они тоже понимали там наш на что ориентироваться можно и что можно делать наших условиях на самом деле как я смотрю на сельское хозяйство это очень закрытый клуб который мы реально ты не сможешь попасть даже если ты при огромном желании с большими ресурсами захочешь и не сможешь приобрести землю то есть это реально закрытый клуб только здесь только те кто имеет эту землю те у кого есть это на это возможность и мне кажется что что за сельским хозяйством реально прям это будущее это нашим это наше основной будет один из таких драйверов нашей экономики и для этого все же есть если сейчас государство перестроится на другие рельсы то это будет прям круто у нас немного все равно искаженная ситуация у нас государственное участие государственная поддержка да и вообще государственное или вовлечение государства до в рынок сельхозпродукции он немного немного искажает ситуацию и он смазывает тот эффект рынка который бы расставил всех по местах по местам кто эффективный то неэффективный да у нас там продолжают оставаться фермеры которые там не очень эффективно но они продолжают выживать благодаря субсидиям государственным и государство не может решиться на то чтобы отказаться чтобы там но вообще уронить этого фермера потому что но не 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 сразу на его место придет новый эффективный фермер и если у нас там качественный человеческий капитал к нам подтянется в сельское хозяйство то мы сельское хозяйство подымем и у нас там и вопрос на этом субсидии не будет стоять на допустим как в той же америке на там практически нету государственных субсидий но с другой стороны там государство никаким образом не вмешивается в политику и в экономику и в рынок не включает никакие там ограничения экспортные или там сдерживание цен и так далее я думаю мы к этому придем мы должны к этому прийти чтобы вот у вас то у нас до нас грубо говоря был советский союз нами скажем так все было на бумаге только-только наверное только-только к этому приходили пытались это все внедрить и она не работала потому что тяжело людей было настроить к этому и они не могли от этого абстрагироваться надо было люди от этого отошли сельское хозяйство лучше стало ничем не отличается при советском союзе лучше было да почему хотя бы все время было ну вроде ничего плохого то нету а так чё работаем да и все показывает семена вот вот эти шкафского когда прыгает если красном загорелась начнем вот тоже шкала 24 банки если она не сеет она покажет а ты до этого работал на трактор без технологий работал это уже мы уже отвыкли тут вся наша техника которая работает сейчас да и в принципе все и тут вот комбайны на которых мы только что были сразу же автоматически считается кто сколько гектар сделал кто сколько гсм потратил какой водитель был то есть все максимально контроль а цифровизация как повлияло на 100 цифровизация ну что уже куда-то надо тебе покажут уже точно будет знать куда надо идти и где что делать а не так что методом тыка вышел а греб утешишь куда лезть и все же диспетчерами уже смотрят не просто кто сколько сделал не превышал ли кто-то скорость при выполнении агрооперации не простаивает ли техника и все это в конечном итоге выливается в нашу эффективность но это далеко не продел мы и от слова тракторист мы уже давно от этого ушли по крайней мере своем обиходе да мы не не называем трактористами мы называем сейчас механизатор а вообще на самом деле мы и от этого хотим уйти они операторы и операторы больших комплексных машин и наши механизаторы они работают совершенно других условиях нежели те были которые там 20-30 лет назад в грязном тракторе по уши в масле когда он там сам и гайки крутит и проволоку заматывать сейчас этого нет уже все ну по крайней мере большинстве случаях поэтому это уже давно не тракторист да все-таки разное восприятие сейчас между верхним уровнем управления предприятием и непосредственно механизаторами рабочими которые непосредственно работают в поле они воспринимают это все они принимают им это нравится но все-таки еще не хватает квалификации наверно чтобы в полной мере этим работать не хватает уровня образования не хватает может быть где-то не хватает желания потому что еще все таки мы не совсем недавно перешли от вот этого советского производства от советской техники более импортным более производительным технологичным машинам и по сути те кто работали вчера на простых к 700 сегодня сели за трактора который стоит более 200 миллионов которые ездят по спутнику в комбайны которые показывают влажность урожайность которых комфортно и классно иногда идет конечно отторжение но мне кажется это все временно и с вот этими технологиями которые приходят через сельское хозяйство потому что все таки аул деревня село как это не назови все равно драйвером развития и жизни села это все таки сельское хозяйство производства сильное сельское хозяйство это будущее именно развитие сельских территорий и с вот этим всем наверное и придет образование сюда и желание учиться потому что все равно идет смена поколения идет смена поколения и за счет этого я думаю поэтому будет путь развития сельское хозяйство казахстана а зырге кездеге жастардын айбур кадама ол болашақта ну жастардын кишкентай кадама болашақта казахстанның үлкен кадама деп сезне каждая аулдың болашағы бар егер өз ауну летін жастардын жастардын бәрі қазыр халада офиста жымсетек селет типа еще и плюс к этому зарплата что было там оверт 300 сейчас ну коллега будет прошивать трекер так скажем прибор ну вот это всегда это да это твоя работа главное чтоб ноут был рядом можешь хоть дома работать с ноутом чтоб сядь была все конечно относительно но точно можно сказать что мы сейчас эффективнее чем раньше точно можно сказать что мы сейчас эффективнее чем большое количество фермеров в стране мы не можем сказать что мы самый эффективный ну что есть всегда куда развиваться потому что в производстве но наше такое непростое очень много факторов различных которые влияют так или иначе но в целом уверенно можно сказать что мы эффективнее чем были когда-либо и мы эффективнее чем наверное большое количество фермеров это самое красивое место лично для меня потому что я люблю воду и нравится смотреть вдаль в горы ты отсюда можешь работать да если подготовиться заранее без там поиска данных просто зайти посмотреть какие культуры здесь здесь были здесь были я могу уже принять решение какую культуру здесь посеять на следующий год и наши там предшественники или там кто-нибудь из руководства он может просто зайти не спрашивая нас и посмотреть информацию об этом поле фотографии замеры какие были все у нас стали открываться глаза яркий пример это место где мы сейчас находимся никто не был в курсе что этот синокос где мы сейчас мы здесь вот находимся он наш то есть мы начали оцифровывать поля начали поднимать документы старый вот старой границы оказалось это земля наша просто предыдущий агроном который там когда-то был в нулевых он просто с кем-то с кем-то поменялся и все и сих пор про это поле забыли мое в мировоззрение становится благодаря этому шире то есть даже просто смотреть на карту сверху и понимать и видеть свои поля то есть за вот эти два года то есть я могу сейчас вам просто взять бумажку и нарисовать все свои поля у меня более 50 полей я могу смогу нарисовать но раньше такого не бог то есть я знал когда не доехать я знал где они находятся но визуально сверху я их не представлял техника не заменит человека техника не заменчивали этом я уверен потому что земли чувствовать надо невозможно хотя я знаю в истории когда индустриализация все было роботы же много что заменили прям очень много что и они помогают но сельское хозяйство по сути своей не меняется то то как нам позволяет природа мы так и работаем если здесь позволяет природа один раз в год собрать урожай она дает тебе вот твои 30 дней на посев большего она тебе не даст и как люди обрабатывали землю там тысячелетиями даст своей истории как перешли от собирательства к земледели по сути так то все и осталось самая главная мечта это каждого человека наверное открыть свое ремесло мое ремесло я считаю это животноводство своей деревне своих жеребят обеспечивать работой и своих жеребят выращивать воспитывать и восстановить сельскую деятельность потому что все люди ломятся город до работы там они не понимают что можно и деревне открыть свою работу типа свое ремесло вчера проводили форум большой приглашали иностранцев тех кто занимается современными технологиями сельского хозяйства и вчера вывезли их по полям покататься и ехали по полю вернее остановились пообедать на поле и он спрашивает вот эту полю сколько гектар мы посмотрели по картам 302 гектара он говорит размер вот этого одного поля который у нас одно из сотен даже на наше предприятие размер этого одного поля больше чем большинство фермеров во франции если там во франции там вообще в западной европе эти 300 гектарах там один фермер семьей своей занимается и делает все сам у нас все по-другому у нас хозяйство 9000 гектар мне это невозможно заниматься одному то есть это уже прям индустриальное производство большое предприятие и уже другие требования я сам за то чтобы растеневодство или там фермерство это стало больше такой семейной традиции там семейными ценностями так как это на западе в европе так как это там соединенных штатах америки где там средний размер фермер там пусть побольше чем в европе но все равно там 500 600 гектар там это работает у нас сегодняшним уровнем мне кажется нереально ну никакая семья кажется не сможет выжить если сейчас изолирована будет заниматься там 300 гектарами и получать оттуда урожай на тех технологиях которые есть сейчас у нас специфика казахстана такая мы мы очень далеко находимся от мирового рынка это наша главная проблема несмотря на то что мы можем очень много произвести в разы больше чем потребляем за то что у нас нас население маленькое у нас большая проблема это доставить на мировой рынок мне кажется там где-то с 2008 года и с 7 года на европу пшеницу особо не продаем россия нарастила свой объем производства и уже туда невыгодно тупо вести через россию в направлении китая китай тоже не особо нужна ему наша то есть очень громко мы говорим о том что да наши там представители правительства всегда говорят что китай огромный потенциал да мы видим огромный потенциал но кроме того что на словах этот огромный потенциал в пониманиях это огромный потенциал никак не может реализоваться в реальные какие-то движения там с логистикой у нас тут до до китая там 300 километров 400 мы не можем туда возить нашу продукцию потому что большая проблема с логистика разные железные дороги не хватает инфраструктуры нету терминалов перевалочных и все это останавливает мы сейчас на этапе когда мы прям глотаем вот эти новые технологии мировые когда мы хотим прям понять что происходит в мире как они работают мы активно это изучаем это пытаемся применять у себя но не всегда понимаем наверно не всегда может быть до конца вникаем но это наш путь наверное такой через пробу и через ошибки где-то и найти свое что-то создать свое на самом деле исторически вот этот разрыв между селом и городом он будет всегда я не знаю сколько он бы большой был раньше но сейчас он сохранился этот разрыв и конечно наверное вот это вызывает небольшую грусть что разрыв не уменьшается несмотря на то что уже 21 век технологии и я даже чувствую что вот в нашем сельском хозяйстве он есть то есть есть технологии когда мы можем через спутник определить влагу определить там сделать анализы почвы определить урожайность мы можем по спутнику настроить комбайн отслеживать топливомер и все это остальное то есть это очень нужная вещь который на самом деле помогает и она пришел и эти технологии они пришли в сельское хозяйство и это классная не развивает и не дают драйвер и по-другому уже никак без этого все это будущее наше но в то же время есть уровень вообще жизни самого села то есть он для меня пока у нас остался на уровне моего детства но благодаря все-таки благодаря вот технологиям которые идут в производство мне кажется вот это наверное вот это и будет тем драйвером которое должно поднять село почему моя работа важна это же хлеб насущный как без этого я же вам говорю про лучшую мир работу это здесь на земле ну в этом наверно такой большой драйв ты в работах с живыми организмами и ты там посадил весной маленькое зернышко ты за ним наблюдаешь как она растет как она изменяется да ты его лелеешь ты за ним смотришь вдруг если она начала болеть его начинаешь лечить и начинаешь убирать там каких-то конкурентов да там сорняки начинаешь убирать лишь бы твое любимое растение надо жила до конца сезона и дала потомство на и мне кажется это прям какая-то магия вокруг этого есть ты понимаешь да что чем дальше тем больше ситуация в мире она не улучшается на только ухудшается население растет и понимание того что ты тоже вносишь в этот вклад хоть какой-то она по крайней мере нам дает мотивацию знаешь вот ты посеял и потом время начинает вот как снежный ком она просто начинает прямо сегодня здесь через ней неделю придешь и будет другая ситуация то есть это она уже будет более спелый уже другой вид еще через неделю то есть ты уже будешь понимать что тебе уже надо приготовиться убирать это поле а через месяц ты уже будешь здесь на комбайне это вообще же это круто и время так быстро побежит потом будет к и погода своей корректировки вносить и ты должен же не только убрать и ты должен уже готовить почву на следующий год и это вот такая такая живая работа понимаешь еще что классно что классно что от твоих решений что-то зависит наверное может быть вот это наверное главная фишка почему мне легко и мне нравится может быть потому что я могу реализовывать себя здесь потому что мои решения реально на что-то влияет ну я бы ну только вот наш труп почему-то не видит и не чувствует вот это вот меня больше стоит интересует мы да мы все ответственны вот любого сейчас возьми любого спросить все они да готовы работать все готовы на сто процентов ну не устраивает одно весь разговор на эту тему все держится деревне в селе простых рабочих они герои это на самом деле те люди которым необходимо выразить огромное огромное уважение их труду их им заслугам их нему терпению это реальные герои реальные герои нашего времени в моего труда такие невидимые знаешь которых практически не замечают про которых не говорят правило но они герои им необходимо выразить огромное огромное уважение и благодарность за их труд главная наверно цель вот всего что мы делаем и конференции проводили там дни поля проводили мы там мы даже там тикток аккаунт запустили люди поверили чтобы общество поменяло отношения нужно западе возьми там любой там западной европе там соединенных штатах во всех продвинутых странах фермер это один одна из самых уважаемых профессий заниматься сельским хозяйством считается большой привилегией и это пользуется высоким уважением у нас казахстане к сожалению это не так мы хотим поменять отношения наше большая может быть неподъемная цель в том которой мы стремимся и и Продолжение следует...